В уходящем году во Владимире появился муниципальный ледовый дворец. Его строили чуть больше года и подарили городу на день рождения. Цена дворца почти 400 миллионов рублей. Финансирование шло из бюджетов разных уровней. Название «Владимир» для дворца выбрали сами жители. Площади оборудования позволяют проводить на площадках комплекса сеансы массового катания и ледовые представления. И главное, теперь здесь бесплатно тренируются воспитанники спортивной школы по хоккею с шайбой и фигурному катанию. Их более 400 человек. Сейчас, на наш взгляд, потребность родителей и воспитанников в занятиях удовлетворена. Им предоставлено время в общей сложности 45 часов в неделю для двух отделений фигурного катания и хоккея. Но здесь более комфортно. То есть теплый каток, льда. У нас здесь качество льда очень хорошее. Жаловаться не приходится. Постоянно производятся заливки льда. И он помягче. Долгожданным событием для владимирцев стало открытие новой 49-й школы в микрорайоне 8 ЮЗЭ. Строить ее начали три года назад. Здание масштабное. Состоит из четырех корпусов. Для занятий начальной школы предусмотрен отдельный блок. На завершение строительства из федерального бюджета выделили 432 миллиона рублей. 1 сентября 2018-го она открыла свои двери для 932 учеников. Волнуюсь немного. Хочется узнать, какая школа, как тут все. В общем, радостный. Хороший настрой. Новому учебному заведению присвоили имя общественного и государственного деятеля нашего земляка Михаила Спиранского. Всего школа рассчитана на 1200 человек. Юго-западный район густо населен. Активно вводятся здесь и социально значимые объекты. В микрорайон 8 ЮЗ, он порядка 56 тысяч жителей насчитывает. Дома все заселены. Только за последние годы два детских садика, знаете, новых здесь введены. Поликлиника и сейчас еще одна вводится в этом году. И вот этот вот школа здесь с утра до вечера уже дети. На театральной площади в этом году презентовали сразу два новых объекта. Необычный светомузыкальный фонтан построили здесь всего за 4,5 месяца на средства спонсора. Общая сумма проекта 96 миллионов рублей в основе концепции «Умного фонтана». Изначально предполагалось, что этот фонтан будет круче, чем в Петергофе. Мы с вами видим, это 5 разных режимов, это 8 разных контуров, это 114 трубочек, это 14 метров в диаметре. То есть, ну, грандиозные сооружения. Фонтан оборудован видеолазерной установкой и рассчитан на разные музыкальные режимы. От детских шутих до программ, во время которых звучит классическая и популярная музыка. Для Владимирцев открытие фонтана стало настоящим подарком. Настроение прекрасное, красивый фонтан, прекрасная музыка. Прошло меньше месяца, а возле драмтеатра снова собрались гости. В этом году областной театр драмы отметил свое 170-летие. В честь юбилея служителям Мельпомены подарили памятник провинциальным актерам. Он представляет собой двух героев знаменитой пьесы «Островского лес», актеров «Счастливцева» и «Несчастливцева». Автор композиции – известный Владимирский скульптор Игорь Черноглазов. Вот это вот молчаливые мечты о театре, который они хотят построить, свой театр и играть в нем. Вот это вот хотелось показать как раз. Именно через счастливое молчание и какое-то задумчивое, трагичное. Новый 2019 год, к слову, объявлен в России годом театра. А это значит, что владимирцев и гостей города ждет много интересных культурных событий и новых открытий.